Вот так сейчас выглядит аварийный дом. Люди говорят, живут под крышей, которая того и гляди, рухнет им на голову. Строители уже начали разбирать один угол здания. Каким будет общий масштаб работ, никто не сообщает. О ремонте не предупредили, временное жилье не предложили. Нам сказали, что вот здесь вот так как-то сделают, просто сделают стену. Не знаем, как они, а ничего. Они просто как сделаем стену и все. Хотят подпереть второй этаж. Я не знаю, как они теперь будут выстраивать. Мы не знаем, нам ничего не говорят. Ирина, как и десятки других жильцов этой бывшей общаги, просто не понимает, как можно частично отремонтировать дом, если фундамент разрушается. Стены отходят от перекрытий, лопаются балки. Люди почти 10 лет живут надеждой на расселение. Поэтому, когда начались разговоры о ремонте, никто попросту в это не поверил. Но однажды они пришли с работы и увидели развалины. Все в пыли, все в грязи. Никто ничего не убирает. Мы этим всем дышим. Все в комнатах у нас. Пыль большим слоем лежит. Летит пыль с ванных комнат. Их разобрали в первую очередь. Много лет под дом текла канализация. От сырости он буквально прогнил. Жильцы говорят, жаловались постоянно. Но жилищники их игнорировали. Между тем, руководитель жилконторы, которая в прошлом обслуживала дом, а сейчас разбирает его в роли подрядчика, винит во всем самих людей. Стираются, моются, льют, куда попало под пол. Подключаются стиранные машинки. Неизвестно, куда эта самая вода канализационная уйдет. А куда она идет? Она идет под фундамент, она разрушает стены. Вот в связи с чем это произошло. А это угловая квартира на втором этаже. Ее хозяйки единственной предоставили жилье на время проведения ремонтных работ. Мы видим, что рабочие еще не приступили к разбору этой части здания. Они только демонтировали окно. Но кое-где блоки вывалились сами. И отсюда видно улицу. Меня сейчас временно переселили. Делают вот этот угол, ремонт угла. И меня, как говорят, назад опять могут вернуть. Для того, чтобы разобрать стену и шлакоблоков, спецтехнику почти не задействуют. Рабочие исправляются обычным ломом. В местной мэрии говорят, дом признали аварийным только в прошлом году. И нет никакой возможности включить его в действующую федеральную программу переселения. За помощью чиновники обратились к краевым властям. Естественно, что мы такое письмо в администрацию края написали. Все равно на это необходимо время. И такие вопросы очень быстро не решаются. Это не одна-две квартиры, это 20 квартир, которые необходимо или построить, или приобрести. А пока вопрос решается, ремонт – единственный способ не допустить обрушения несущих конструкций. Поскольку расселить жильцов многострадальной двухэтажки некуда, люди вынуждены будут дышать строительной пылью, пока не закончатся работы. Что потом, неизвестно.